Россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке, мэр. Российские оккупанты увеличивают свой военный контингент в захваченном Северодонецке и размещаются в местных больницах. Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на заявление главы Северодонецка Александра Стрюка в эфире национального телемарафона. В городе остается около 7-8 тысяч жителей. Сейчас, по поступающей информации, в городе немного увеличивается контингент оккупантов. Проводится учение мобилизованных, заявил Стрюк. Глава города отметил, что для размещения военных используются социальные учреждения и даже больницы. По словам Стрюка, люди ищут убежище на зиму в окрестных деревнях и садовых кооперативах, где есть возможность использовать твердое топливо для отопления. Люди выживают за счет окрестных сел. Фактически это натуральный обмен, продукты на вещи. Медицина на примитивном уровне, как и другие аспекты. Жизни. Начать отопительный сезон в городе централизованно невозможно, добавил Стрюк. Напомним, что советник офиса президента, Алексей Арестович, заявил, что до освобождения Северодонецка и Лисичанская, еще далеко. Также оккупанты придумали, как нажиться на жителях разбомбленного Северодонецка. Администрация Северодонецка сообщала о почти 8 тысячах населения, которое осталось в городе после его оккупации. Инфраструктура города разбита, электричество и газа нет. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм, текст озвучен с помощью Яндекс Спич Кит.